Галактические рейдеры приключения. Вот квазидрон пара эквадронов и там несколько десятков или до полусотни дроны-майнеры-забытчики. У каждого дрона есть астероид, ну переписано ему квазидроны. Ну квазидроны вообще только дрона не могут видать, в мини-базе какой-то, если ты летишь. А чтоб туда-сюда не летали, дронам-добытчикам, они подводят им необходимые, там, венкомплекты и там новые, например, алмазы. Ну и желательно, чтоб алмазы они сами добывали, изначально перерабатывали. И на ДОБТ уже алмазы покупаются по чилищной боксу для майнеров, для дронов-майнеров. И блок устанавливаются на, например, астероиде с мебельным большим. Ну их может и несколько быть там. Ну и в один прайд в одно место невыгодно. Ну или также с метеорой, плюс ареал какой-то там есть. Метеоры могут попадать в корпус. Он называется как бы бронекорпус, а армированный корпус. А бронекорпус это бронекорпус починки кораблей. Это армированный корпус. Ну можно, да, отдельно какие-то пластины покупать для защиты тоже. И также для защиты как бы правильно нужен кто-то, или кто-то, кто его защищает. То есть каждого вооружит лазером, когда они просто занимаются просто добычей и постоянно, ну внутри как бы. То есть это надо отдельные джеты маневренности там ставить. Усиленные, например. А, допустим, для... Чем лучше дюзу, тем... Чем это дороже. Поэтому все виды дюз тоже подразделяются. Они стоят. То есть для боя дюзы будут дороже стоящие. Обычно очень просто для транспорта. Ну для транспортировки, если бы, или там. Перемещение... От... Дронермайнера. Другой какой-то астероид. Что ему надо. Что ему надо. Он просто перелетел и там дальше... Гурит и все. А вот это все добывалось. Могут забирать и... Эклодроны. Вот Эклодроны прилетают, они чинят. Могут чинить в боксе тоже, в ремонтную боксе тоже переподключим. Ну, ремонтную бокс, это... Такая штука, которая... Как слот. В который вставляется... Майнер. Дроид-майнер. Очень... Похимешный бокс. Для дронов. Наиболее... Вероятно, что... Ну, кто-то может напасть... На... Поясину... Там... На алмазы. Не особо на берегу. Кто-то может... Еще какой-то... Дроид. Ну, не дроид, а... Боевой дрон. Ну... Он визор... Или так называется визор. Он называл Розон. Хорошая джуза у него. Какое-то вооружение стоит. Он... Как резаком подлетает. И... Срезаешь... Ну, например, даже с корабля. Пушку какую-то. Ну... Трансформеры. Размеры трансформеры. Т.е. просто лезть туда... В противожаре заказу не так можно. Потому что попасть ему тяжело. Там... Пушку потерять можно. Так можно трофеями снять. И плюс... Отдельные там... Клазодроны. Ну, это все... Клазодроны обычно. Клазодроны отправляют. Клазодроны. Например. А Клазодроны уже могут... Системным шопом корабля вывести. Затклить вооружение. Т.е. дроны, которые прилетают... На порт... На порт кораблей. На порт кораблей. На порт кораблей... Ну, сверху у нас их. И тоже тут... Сквозь дрон Совета что-нибудь. Ну, вообще стрелять можно. Какой-нибудь, азовый лозер такой. Ну, там миниатеризация не бывает. Это... Научные исследования. Может... Как бы... Сейчас можно вот сами этим заниматься. А можно уже купить готовые, либо готовые технологии. Прикрутить. Ну, чаще, что... Просто Советская такая... А стрельба это так, ну... Леска какую-то... Она расположена. Обычно... У... Сорудных порядок, там не особо как это. Везут... Везут... Наши такие жалы... Мыши и письмические. Пехнические мыши, там... Этих... Раса... Кознол... Космогновые. И... То есть, если я ходил полгнутами, больше оттуда не сомневаться. Везут... На самом-то, какие-то колесы... Сюда гибал, ну... Сюда гибал, ну... Сюда еще надо. Ну, плюс... Да, можно только какие-то старые уже иные платформы. Ну, военные или полу военные. Ну, есть... Вружиня убили, самая военная или на хавстанская. В основном. Ну, какой-то средний, там, я считаю. Это, как мы называем. То есть, по-разному, торговое вооружение. Для торговцев. То есть, оно даст... Может, хорошее отборное уравнение почти военного, там. Но... В бою он держаться не особо долго. Ну, как бы... Чем обычно сейчас обезопасность такого вооружения. Ну, вообще ситуация такая. То есть... А... Ренигалы, им уже хорошо... У них уже наверняка есть еще... Торговое вооружение. Полутяжелое. Вот... И... Ион... Ионический власть. Вот он, как бы, считается военным. Это, как бы, старая разработка, надо перешел. В торговое вооружение. Дальний бой. Даже сфера дальний бой. В беременности это. В наличии красных фонтонов, кто-то не знает. Дальше стоит. Ну, если ты не уровня тахеона. Например. Триста сорока, триста пятьдесят. Косморезинский. Раньше. Ну, тахеона четыреста. Ну, это как бы, формально, в реале, там, по-разному. Ну, сколько она выставляет. Это... Ну, еще... Прицельная крит... Дальность крита. То есть, где явный будет критик какой-то. Который указан... В вооружении. В инфу вооружении. Я не знаю, что он столько травм выдает. Ну, что-то и выдаст. Ионический бластер, да, ну, так... Разрывно. То есть, такие у нас, как... Терезак. А... Гластер это уже... Разрывно. Практически. Как и шарабамба. Ну... То есть, плазменные шары, которые... Выпускаются. Он гомбардирует. И поверхность корабля высыпает. В броню. Но шарабамба это, на самом деле... Ну... По военному это... Сорпрессоры. Сорпрессоры. Турессоры... Обычно... Сорпрессорные турели, да. Розовое вооружение. А если это башенное вооружение. Тауэр-дефенс. То это шарабамба. Ну, Тауэр-дефенс это сравнивало. Тауэр-дефенс. То есть, если две волны там. То есть, у башни... Две волны там. Два слова или четыре там. Может и три, но чаще две или четыре. По сути, а вооружение. Мечет это такого... Если три, то значит, скорее всего, что розовое. А не розовое бьет. Ну, хорошо критует там, на средней дистанции. В середине там. И дальнюю там может... А дальнюю вообще может полторы дальних там. На средней дистанции. Здесь, ну, что-то... Качество. Обыжай, да. Если есть обыжай, то есть, через обыжай, то есть, через обыжай, то есть, на розовое. Значит, может и полторы там, плюс один. Ну, это все же, чем с течетой точечкой. То есть, на розовое там, 30 точечки. То есть, на розовое там, 30 точечки. Малиновое, как ли. Ну, это все. И так, все, чем с течетой точечки. Ну, это все. Продолжение следует...